Приближается важная дата для детей этой малой планеты. Дата смены важнейших созвездий. Дата смены великих эпох. С чем приходят они к этой точке? Лишь в одной сфере видно движение. Интеллект развивается быстро. Но в отсутствии чуткого сердца, острый ум как отточенный нож. Может быть инструментом хирурга, сохранившего жизнь человеку. Может быть инструментом злодея, приносящего горе и смерть. Лишь душа выбор сделает верный, управляя умом человека. Но возросшее эго людское направляет его на себя. И постигнуть пока не способны наши высшие принципы жизни, те, в ком самость превыше сознания. Мы используем эго и ум. Пусть познают, как хрупок и сложен мир, в котором они пребывают. Как легко его можно разрушить, лишь заботясь о личных благах. И из чувства самосохранения не останется людям другого, как принять эти принципы жизни. Ибо это не просто учения. В них спасение их жизни и есть. В них проекция высших законов, по которым творился сам космос, но уже применительно к людям, в сфере, где они сами творцы. Если связь разорвать с высшим миром, нарушая основы творения, то создание смерть ожидает, поглощение безжалостной тьмой. А ведь с ней и ведем мы сражения через души людей, их сознания. Потому для грядущей эпохи мы дадим их конкретную суть. О духовном и материальном миром правят элитные кланы. Их закон — сохранение власти, не слияние с высшим началом. Ради власти они могут все, хоть развязывать войны народов. Если раньше цари вели войны, забирая оружием жизни, то теперь бой идет за сознание основной человеческой массы между кланами этих элит. Вместо армии воюют идеи, устремленные не к единению, с сотворившимся жизни началом, а к подмене источника жизни, богом идолов, богом вещей, богом смерти и богом иллюзий. Тем, что сделать достаточно просто, превращаясь поистине в бога и держа под контролем людей, не давая им встретиться с высшим. Суть регресса скрывается ширмой или словом с обратным понятием. Гуманизм только с виду достойно, а по сути в себе приступить, связь с творцом, прикрываясь призывом, что ценнее всего человек. Лозунг либерализма прекрасен дать свободу во всем человеку. Суть в себе приступить человека, дав дорогу животным страстям. А мы знаем, что каждая вера, сотворенная псевдобогами, жертвы требует. Лучше кровавой, чтоб казаться священней, чем есть эта вера по истинной сути. Русь огнем и булатом терзали, чтоб забылись высокие боги, нет превыше которых на свете, чтобы править сознанием людей. Русь вернется однажды к истоку, не подвластная больше пороку, но ей нужно сознание избавить от засилья фальшивых богов, о служении и праве владения. Основная проблема правления – разделение владения и власти. Не исправить иначе порок. Хочешь – можешь владеть чем угодно, но тогда будет власть недоступной. Власть имеешь – тогда недоступным будет право владения тебе. Возродить нужно принципы варные и избрание на должность достойных, тех, в ком совесть превыше стяжания. Только так учредить можно власть, как она заповедана богом. Теневой стороной владения всегда будет служение вещи. Что превыше – служение богу или служение мертвым вещам? Культ богатства и культ потребления приведут только к гибели расы. Созидание, а не потребление, должно нравственной ценностью стать. Об общественном деле и личном. Кто возводит на трон свое эго, для того идеал – образ силы, супермен, получающий силой всемогущество, право и власть. Отражение души – есть соборность. Достижение общины важнее достижений отдельных героев. В ней прочней выплавляется дух. Справедливость, закон – что превыше? Все законы творцом задаются, а законы людей – это способ защитить интересы элиты. Справедливость взывает к творцу, устраняя различия народов, государств, разных рас, разных наций, интересов, политик, законов, устраняя различия людей. Мир един. И к сплочению наций приведен должен быть неизбежно, потому-то нацизм неприемлем, а приемлем народов союз. Лишь избравшему мудрость как принцип открываются истины грани. Проявившему твердую волю открывается истинный путь. И собравшему всю свою силу, чтобы истины этой добиться, открывается замысел Бога, открывается жизненный смысл. Донесем эту заповедь людям, проследим за ее исполнением. Для оставшихся рас и народов Русь и впредь будет первопроходцем, проходящим земную стезю, восхождение к звездному братству. Пусть усвоит уроки богатства и пройдет испытание властью, и тогда можно дальше продолжить для Земли предназначенный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова